Ровно 211 лет назад, 21 июля, в России был принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографическую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя, запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан. Назначение цензуры в те времена сводилось к тому, чтобы доставить обществу книги и сочинения, способствующие истинному просвещению ума и образованию нравов, и удалить книги и сочинения, противные сему намерению. Как изменилось отношение к цензуре в наше время, мы узнали у Одинцовских жителей. Ну вообще, честно вам сказать, наверное, критически я оцениваю, потому что где-то уже, наверное, наши средства массовой информации немножко перегибают. Ну, наверное, надо более как-то поважнее относиться, потому что читают не только взрослые, да, но и дети, не достигшие 16-18 лет. Так что надо, я считаю, что к данному вопросу подходить очень серьезно. Очень много организаций таких, существующих на гранды откуда-то, которые цензуре подвергаться обязательно должны. Иначе, ну, какая-нибудь, как бы называем, пятая колонна какая-то к нам обязательно наедет, а нам это ни к чему, как бы. Я считаю, что нужна цензура, потому что много ненормативной лексики у нас сейчас на телевидении бывают, смотрят дети, и вообще, я считаю, что обязательно цензура должна быть. Я считаю, что в какой-то мере, конечно, необходимо, но до той поры, пока она не мешает кому-то другому. Она бывает такая и всякая, разумная бывает, бывает неразумная, супер-пупер. Это называется то, что не по голове ударило лопатой, жить никому не хочется. Разумная, чтобы мозги соображали. И действительно надо, потому что уже через край все льется. Я бы интернет цензурил, особенно от детей, все, что касается тем для взрослых. Обязательно бы цензурил. Экстремизм цензурил бы. Ну, собственно, остальное все. Человек должен иметь доступ к своим волеизъявлениям. Нужна, ну, чтобы отградить детей от каких-то тех же некрасивых слов или некрасивых изображений. Думаю, да, нужна. Да, если нужна. Не знаю. Прежде всего, много можно обратить внимания на молодежь. Практически на молодежь цензуры нет у нас. Отсутствие там. Как-то другая совсем. Непонятно. Ну, в общем, вот так. Ну, и для нас неплохо бы было. Для взрослых тоже. Если цензура, которая поддерживает культурный уровень населения, да, нужна. Если цензура, которая замалчивает какие-то факты, то нет, не нужна.